Сегодня с программой «Повар на дому» мы побываем в Новом Орлеане, городе, где мечты становятся ядью. Отлично! Фокуснику Майку Дардану нужна наша помощь. Он решил устроить особенный обед – сюрприз для своей жены Бетани. После урагана Катрина она никогда не переставала поддерживать их общину. Сюрприз! У меня есть кое-какие задумки. Немного кулинарного мастерства, и наши неразлучники будут совершенно ошеломлены. Повар на дому. Итак, я в Новом Орлеане, в этом действительно превосходном баре. Это своего рода клуб, где устраивают представления фокусники. Один из выступающих – волшебник Майк, недавно связался со мной. Ему нужен кто-то, кто приготовит совсем необычный обед для него и его девушки. Привет, Кертис, я волшебник Майк, я фокусник. Мы с женой вместе уже более 13 лет. Она постоянно готовит для друзей и близких. Я подумал, а не пора ли сделать так, чтобы кто-то пришел и приготовил вкусную еду для нее? Умоляю, приезжай в Новый Орлеан и научи меня приготовить что-нибудь, кроме лапши. Мне, в свою очередь, хотелось научиться показывать фокусы, но ему пора уже было отправляться в клуб. У него начинается работа. Майкл Дардан. Как только появится, нужно снимать. Вон он. Настоящая засада, верно? Точно. Ты меня напугал. Как дела? Спасибо за письмо. Я ехал в Новый Орлеан и думал, мне предстоит встретиться с волшебником Майком. Итак, мы приготовим великолепный обед для нас двоих. Невероятно. Но тебе придется научить меня нескольким твоим трюкам. О чем разговор? У тебя будет время? Да. Зайдем? С удовольствием. Здорово. Обычная колода карт. Возьми любую, какую хочешь карту. Просто вытащи одну. Вот эту. Хочешь эту? Покажи своим. Только не позволяй мне ее видеть, потому что я уже видел этот фокус. Я буду делать вот так, а ты только скажи «стоп». Стоп! Видел? Прекрасно. Положи. Итак, ты видел, куда подложил карту? Да. Я несколько раз перемешаю колоду. Вот так. Теперь моя задача — найти твою карту. Именно это делают все фокусники. Это не твоя карта, и это не твоя. Значит, она где-то здесь. Да. Отлично. Замечательно. Ты молодец. Знаешь, я подумал, если этот фокусник зануда, значит, мое дело — готовить печеные бобы и пиратские стейки. Но ты мастер, и я научу тебя готовить. Договорились. Итак, ты знаешь порядки в нашем шоу? Окей. Имей в виду, мне нужно освещение, как здесь. Что, у нас будет здесь репетиция? Нет, сейчас сходим в магазин. Я оплачу продукты. Потом мы приготовим сюрприз для твоей жены. Пошли. Пошли. Вот мы и в магазине. Как зовут твою жену? Беттани. Беттани. Да. Скажи, почему твоя жена заслужила такой невероятный обед? Мне хотелось сделать ей какой-нибудь сюрприз. У нас была старенькая соседка. После Катрины она оказалась в Арканзасе. В Арканзасе она потеряла все. Беттани поехала туда, нашла ее и переселила. Она нашла ей квартиру снова в Луизиане и привезла ее сюда. Поразительно. Она все для нее сделала. У нее всегда было доброе сердце. Так что, думаю, она заслуживает. Не знаю, что ты хочешь, чтобы я приготовил. Просто скажи мне, что она любит. Она не очень любит говядину. Так. Стейк она заказывает, пережаренный. Цыпленка, утку. Цыпленок? Утка, да, она любит утку, правда? Да, очень. Тогда другое дело. Для начала раки. В этих местах они пользуются успехом. Так что, может, приготовим раков? Точно. Эти персики, похоже, хорошие. Может, припустим их в чем-то вроде белого вина и подадим с жареной утиной грудкой? Чтобы выбрать хорошие персики, нужно почувствовать их запах. Нюхай. Природа говорит тебе, съешь меня. Здорово. Возьмем вот эту упаковку. Хорошо. Как думаешь, перченая утиная грудка, припущенным персиком, раки, а на десерт клубнику, фламбе с домашним сыром Контре, я уже чувствую голод, правда? Да. Ну, все. Хорошо, вот мы идем. 52,90. Мне нравится этот город. Мировой, правда? Спокойный. Много красивых зданий, деревья. Великолепный. Приехали. Ты здесь живешь? Да. Чудесно. Правда? Мне здесь нравится. Да, замок с секретом. Это ради безопасности. Проходи. Иногда мы оказываемся в заперти, если прихлопнуть слишком сильно. Итак, вот мой дом. Очень мило. Мне нравится. Показывай кухню. Вон туда. В доме кухня, второе любимое место. Очень приятная кухня. А что первое? Балкончик. Так приятно сидеть и смотреть, как мимо идут люди. Сегодня в меню пикантный салат из местных раков. Главное блюдо – перченая утиная грудка с персиками, припущенными в белом вине. И в заключении десерт – клубника фламбе с гран-марнье и тающим сырным тортом. Ладно, разложим продукты. Первый фокус, который я покажу Майку – как приготовить закуску. Пикантный салат из местных раков. И у тебя уже все на мази. Я тут кое-что переставил. Все отлично. Здесь раки. Они варятся 5-6 минут в простом наборе трав и овощей. Сейчас солью. Есть овощи не нужно. Они просто придают вкус воде, а вода – ракам. Их по-разному называют. Мадбак, например. У нас называют яби. Яби. Только яби крупнее. Мы их называем красномундирники. Достаем из кастрюли, пока они еще горячие, отщипываем хвост и… Давай покажу, как это делать быстро, как это делают у нас. Показывай. Вот так быстрее. Ну, вкусно? Великолепно. Теперь дадим им остыть, потому что потом их нужно очистить. А пока готовим соус. Поставлю сюда. Пусть остывают. Ладно. Постой, еще один. Пока раки остывают, можно приготовить соус. Это соль? Да, соль. Посмотрим. Немножко кладу в руку. Просто чуточку насыпаю. Я считаю, очень быстро, сколько крупинок попадет в кулачок, потому что количество используемых крупинок строго определено. Возьми. Это лишнее. Итак, как следует потереть, она нагревается и она вся испарилась. Просто исчезает в воздухе. Теперь ты схватываешь вот так, и вот она соль. Вот так. Высыпаешь. И... Отлично. Вот и все. Ладно, теперь смешаем майонез и охлажденные сливки. Так много? Да. Пока все делается классическим способом. Да. Немножко приправы. Тонис оригинал креол сизонинг. И немного соуса табаско. Всего пару капель. Это добавит чуточку пикантности в твою жизнь. Попробуем. Божественно. Жду не дождусь, когда поем. Правда? Да. Отлично. В этом и состоит главная идея. Нужно чего-то пожевать. Пожевать? Да. Легкая закуска. Хочешь? Иногда следует проявлять осторожность. О, кладу назад. Прошу прощения. Как ты это делаешь? Нужно научить тебя хорошему фокусу. Может, покажешь моей жене за обедом и поразишь ее? Хорошо. Хотя поразить ее очень трудно. Она знает все трюки. Не сомневаюсь. Нужно показать тебе действительно хороший. Прекрасно. Нужно почистить раков и добавить к ним соус. Только не наоборот. И перемешать. Они должны быть полностью покрыты соусом. Чудесно. Так. Думаю, ей понравится. Майк сказал мне, что любимое блюдо его жены Беттани – утка. В качестве главного блюда у нас будет жареная утиная грудка. Следующее блюдо готовится очень легко. Нужно приготовить перченую утиную грудку. Попытаюсь воссоздать это блюдо, как его готовят у вас в центре. Только еще лучше. Лучше. Значит так. Поперчим утиную грудку. Обжарим. И подадим с персиками, которые пропарим в белом сладком вине. Для этого у нас есть вот тот рислинг и немножко персикового сока. Нужно, чтобы персики полностью погрузились в него. Вот так. Хватит. Можно опускать персики целиком или разрезать на половинки. Вот так. И опустить в жидкость. Но сначала ее нужно немного нагреть. Итак, белое вино и персиковый сок. Персиковый сок. Как только нагреется, берем... Что ты делаешь с косточкой? Просто выбрасываю. А можно вот так. Куда ты ее сплетал? Если проведу рукой вот так, она исчезает. А если в другую сторону, появится опять. Очень умно. А вот этот фокус нельзя показывать детям. Может оказаться опасным. Какая мерзость. Ладно. Теперь берем доску и крупно помолотый черный перец. Насыпаем на доску. Не нужно, чтобы он полностью закрывал доску. Добавляем соли. Теперь берем грудку и просто кладем. Вот так. Теперь прижимаем, чтобы перец вдавился в мясо. По-французски это называется нежирная утка с перцем. Видишь? Грудка с перцем. Тут это у нас нагрелось. Должен проявиться естественный вкус персиков. Шкурку потом снимем и сервировать будем целиком. Итак, укладываем и пусть медленно покипят. Когда готовишь утиную грудку со шкуркой, очень важно делать это медленно. Кладешь на сковородку нагретую, чтобы чуть-чуть слышать шипение. Вот до такой степени. Она говорит, съешь меня. Теперь ставишь на огонь, жаришь минут 6-7 и готово. Может, позвонишь Беттане и скажешь? Ну, что происходит? Да. Сколько времени? Нам не нужно, чтобы она устроила сюрприз нам. Может, позвоните и спросите, когда она? Если я скажу ей, что готовлю обед, она не придет допоздна. Может, приглашу ее в кино? Давай. Сможешь сегодня прийти чуть пораньше? Я подумал, может, сходим в кино, устроим себе нечто вроде свидания. Слава Богу. Жду. Она сказала подождать. Повар на дому. Мы с Майком готовим обед. Сюрприз для его жены Беттани. Мы приготовили закуску. Острый салат с раками. Договорились, пока, детка. Его жена вот-вот приедет. Так что пора заканчивать приготовление жареной утиной грудки. Это просто. Она любит ходить в кино. Ну, кино она не увидит, зато ей предстоит другое развлечение. Итак, утиная грудка поджарилась. Стала золотистой. Отправлю это в духовку. Видишь, сколько выделилось жира. Прекрасно. Теперь возьмем немного сока, чтобы блюдо было действительно сочным и вкусным. Ставим на огонь. И пусть выкипает. Нужно выпарить всю жидкость. Блюдо будет сочным и вкусным. Прекрасно. Теперь посмотрим, как там наши персики. Они должны быть уже готовы. Достаем. Снимем шкурку, потому что у шкурки другая структура. Я хочу, чтобы это было очень красиво и софтно. Отлично. Посмотри, красота. Посмотрим, как там утка. Чудесно. Красивая, золотистая. Только взгляни. Вынимаем. Понимаешь, перец всегда темнеет. Но все прекрасно. Теперь вот что. Если что-то достаешь из духовки, пусть пару минут постоит перед тем, как начнешь резать. Здорово прожарилось. Верно. Представь, внутри мяса все клеточки обезумели. Пузырьки испаряются. Мясо готовится. Если сразу начать резать, вытечет очень много сока. Пусть пару минут остывает, прежде чем резать. Персики готовы. Утка готова. Просто чуть подождем. Может, приготовим десерт? Иди накрывай на стол. Наведи порядок. А когда она придет, у нас все будет готово. Хорошо? Чудесно. Я пошел. Пора готовить десерт. Я думаю, в десерте должна быть своя магия. Я выбрал клубнику. Я поставлю ее на огонь. Но чтобы было вкуснее, добавим чуточку алкоголя. Будет фламбе с гран-марнье. Пока новый Орлеан еще встает на ноги, я хочу поддержать его. В местной кондитерской готовят вот такие тортики. Я их поддержу. Они выглядят чудесно. Я вот что сделаю. Сниму отсюда пласт и положу сверху на клубнику фламбе. Не нужно никакого мороженого. Вместо него тающий сырный пирог. Итак, кладем клубнику на сковородку. Добавляем сахар. Немного. Подвигайте сковородку. Как только сладкий сок станет покрывать сковородку, снимайте. Добавляйте на сковородку гран-марнье и отходите. Волшебство! Теперь посыпаем мятой. Очень много свежей мяты. Как можно больше, потому что она действительно чудная и свежая. И действительно оживляет блюдо. А теперь вот этот чудесный сироп. Попробуем? Вкусно. Люблю клубнику. Она едет. Вот-вот будет здесь. Она войдет отсюда? Да. Внимание. Сейчас откроется дверь. Сюрприз! Это еще что? Это Кертис из программы «Повар на дому». Я все о вас знаю. Что? Он приехал приготовить для тебя сказочный обед. Беттани, я познакомился с вашим восхитительным мужем сегодня утром. Он прислал мне письмо. Боже! Он писал, что хотел бы приготовить для вас действительно необычный обед. Он сказал, что он фокусник. Мне предстояло научить его готовить, а он научил меня нескольким фокусом. Итак, добро пожаловать домой. Пока Беттани и Майк усаживаются за обеденный стол, пришла пора нанести последние штрихи на приготовленные блюда. Пусть насладятся замечательной едой. Итак, сначала подадим салат из раков. У меня есть мелко порезанный салат. Положим его вот так. Теперь берем раков и кладем сверху. Добавим разрезанный вдоль лимон. И можно подавать. Майк научил меня одному маленькому трюку. Не уверен, что он у меня получится, но посмотрим. Итак, первое блюдо – салат с раками. Сегодня в меню большой местный салат из раков. И прежде чем вы начнете, я покажу вам маленький фокус. Хорошо. Приготовились? Да. Готов, Майк? Конечно. Итак. Хорошо видно? Да. Пробка. Я подумал, что могу... Вот, пожалуйста. Очень мило. Фокусы явно не моя стезя, но я обещал чудесную жареную утку. Не думаю, что нужно обсуждать случившееся. Ясно. Мое дело – еда, а не фокусы. Вкусные раки. Теперь основное блюдо – жареная утиная грудка с чудесными персиками, припущенными в белом вине и персиковом соке. Вот утка. Пора ее разрезать. Вкусная и сочная. Мне нравится утка. Такую не всегда найдешь. Но уж если найдешь, и если она вкусная, это фантастика. Смотрите, как чудесно она смотрится с перечной крошкой. Теперь я беру соус, действительно чудесный и густой, и поливаю им все. Пора подавать. Прошу. Чудо. Это главное блюдо – утиная грудка с кусочками припущенного персика. Еще добавлен острым крес-салатом. Приятного аппетита. Главное блюдо – перченая утиная грудка с персиками, припущенными в белом вине. Выглядит изумительно. Отлично. И персики невероятные. Безумно вкусно. А эта клубника, разве не великолепно она выглядит? Что может быть лучше клубники, в разгар лета? Теперь я положу их ложечкой в тарелку. Ягоды будут горячими, особый вкус придадут мятой сок. Тут у меня стакан с горячей водой. Опускаю в него ложку и кладу сверху сырный пирог. Вот так. Чудесно. Прямо на клубнику. Чуточку моего сока. Сбрызну сыр. Все. К столу. Прошу. Существует миллион способов подать сырный пирог, но никогда не видел, чтобы это делали вот так. Я тоже. Я подумал, это мороженое. Я тоже. Это клубника фламбе с гран-марне. Потом берем большой кусок сырного торта и размещаем наверху. Идея в том, что сыр плавится и сок попадает на клубнику, когда вы ее едите. Так вот что такое фламбе. Фламбе я делал и раньше. Дело в том, я собирался показать тебе фламбе со свечой. Неплохо? Впечатляет. На десерт клубника фламбе в гран-марне с растекающимся сыром. Обожаю сырный пирог. Божественно. С мятой. Никогда не думала, что так можно. Патентованное блюдо. Ребята, какое удовольствие было познакомиться с вами. Огромное спасибо. Да нет, вам спасибо, что пригласили меня в этот чудесный город и в ваш замечательный дом. Было очень приятно. Приезжай в любое время. Хорошо бы раз в неделю. Договоримся, приятель. Приятного аппетита. До встречи. В самом деле, об этом стоит подумать. Думаю, да. Для меня так много значит, что Майкл захотел что-то сделать для меня. Замечательный день. Он стал для меня настоящим сюрпризом. Знаете поговорку? Не удалось один раз. Пытайся снова и снова. Если он станет учиться фокусом, я стану учиться готовить десерт. Готовить? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok